Югорчане за неполный июль отправили 217 обращений по поводу качества обслуживания многоквартирников. Такие данные предоставляют специалисты системы инцидент-менеджмент. Всего за этот год жители региона пожаловались на коммунальщиков больше полутора тысяч раз. Наталья Комарова предложила жителям округа обсудить актуальные вопросы в прямом эфире. 25 июля в 16.00 состоится онлайн-дискуссия у правдома Югры. Во время встречи эксперты совместно с югорчанами обсудят работы управляющих компаний. Региональную программу капитального ремонта, вопросы подготовки многоквартирников домов к зиме, переселение из аварийного жилья, создание инфраструктуры в новых микрорайонах. На официальной странице губернаторов соцсети ВКонтакте под анонсом прямой линии можно задать вопрос по теме. С обращениями будут работать представители государственных и муниципальных органов власти, Центр управления регионом, управляющих компанией. Евгений приехал в окружную столицу из Югорска. Контракт заключает на один год. На срочной службе был оператором зенитных ракет ближнего действия. Мужчина уверен, что его навыкам найдется применение в зоне СВО. Главное, чтобы дома ждал надежный ты. Уходя на фронт, я нисколько не переживаю за свою семью, потому что наше правительство, нашего округа, оно полностью заботится, обеспечивает и помогает моей семье, моим родным, близким, моему ребенку. В плане семьи, в плане всего наш округ, я думаю, что чуть ли не на первом месте в России, поэтому я вообще абсолютно уверен. О близких позаботятся, пока глава семьи будет на службе. Югра совместно с федеральным центром подготовили более 15 видов льгот, среди которых страхование жизни, льготное обучение и отдых для детей, льготы на коммунальные услуги, кредитные и налоговые льготы, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами и многое другое. Большим подспорьем для военнослужащих и их семей стали выплаты, утвержденные правительством округа. Подъемные выплачиваются, хорошие, почти сразу. Ну и вооруженные силы тоже. Округ хорошо выплачивает, вооруженные силы хорошо выплачивают. На сегодняшний день каждый заключивший контракт через военкомат Югры получит 500 тысяч рублей из окружного бюджета, еще 195 тысяч выплачивает Минобороны. Ежемесячная зарплата от 204 тысяч рублей. Это без учета дополнительных выплат и премий. Плюсом к этому 150 тысяч рублей за каждые 4 месяца службы, причем теперь их начисляют сразу. Предлагается изменить условия предоставления денежной выплаты в размере 150 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы и осуществлять выплату каждый первый месяц 4-месячного периода службы. Еще одно нововведение – денежная премия в размере 100 тысяч рублей югорчанам, удостойным государственных наград. Эти изменения внесены в региональный перечень прав, льгот, соцгарантий и компенсаций для участников СВО по поручению главы региона Натальи Комаровой. Ознакомиться с полным перечнем можно на сайте окружного правительства или на интернет-портале воин86.ру. Антон Войтович, телерадиокомпания «Югра». Губернатор Югры исполнила космическую мечту. Наталья Комарова вместе с полпредом Владимиром Якушевым сегодня встретились с детьми из Макеевки, которые проводят лето в Югре. Всего на отдых в наш регион в первую смену прилетели 200 детей из Донбасса. Половина из них каникулы проводят в Сургуте. Тут с ребятами занимаются психологи и педагоги. Каждый день экскурсии, походы в бассейн, развлечения. Завтра, например, выезжают в этнодеревню Рускинскую в Сургутском районе. Посетят музей природы и человека. На летние каникулы детей из Донбасса «Югра» принимает уже второй год подряд. По соглашению между администрацией Макеевки и правительством округа. Повторно побывать в Сургуте посчастливилась Екатерине Дорохиной. А еще Наталья Комарова своеобразно исполнила мечту девочки. Встретиться с космонавткой Валентиной Терешковой. Я подарила вот эту кукру Валентину Владимировну Терешкову. На, подарите ей сразу. Ей сразу, да? Конечно, да. Подарите ей сразу, да. Нормально. А у нее скоро день рождения, 27 месяцев. Тем более. Смотрите. Вот она лично мне подарила это. А я тебе дарю. И ей скажу, что тебе подарили. Хорошо? Спасибо большое. Ну, на. Вообще было очень неожиданно, что именно мне подарят. Я уже три года увлекаюсь космосом. Там все такое созвездие. Вот, все очень круто. Поздравляем! 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 Это тебе тут книжка умная и игра интересная, наступная. Спасибо большое. Для изучения русского языка. Как раз сегодня сгоняете вечером. Ну, у меня день рождения 21 июля. Дома я не хотела отмечать, мама меня отправила сюда. Вчера мы ходили в бассейн, тоже в парк аттракционов. Квест выполняли. В общем, тут мне нравится, прикольно. В Пытьяхе прошло двухдневное обучение общественных наблюдателей. Они будут работать на выборах, которые пройдут в сентябре. Основная цель тренинга – рассказать о тонкостях работы на избирательных участках и нюансах законодательства. Наблюдатели обеспечивают открытость и гласность процесса, а также дают объективную оценку происходящего. В Пытьяхе пул общественных наблюдателей состоит из 40 человек. Это люди самых разных профессий. Учителя, врачи, нефтяники. Они не представляют интересы какого-либо кандидата или партии. Каждый из них будет следить за процедурой выборов в целом. Напомню, уже этой осенью югорчанам предстоит избрать губернатора Тюменской области. Всегда за справедливость. Хотелось бы поучаствовать, принять. Я за все новое для себя. Хотелось бы принять участие в таком мероприятии, не побоюсь называть это так, такого широкого масштаба. Я за чистоту выборов. Практическая часть, когда люди понимают сами, что они делают, пробуют себя в роли наблюдателей уже здесь, на этапе обучения. У нас даже есть такой блок в программе, когда люди сами, примеряя на себя роль председателя, сотрудника полиции, средства массовой информации или наблюдателя, разыгрывают ту или иную ситуацию, которая позволяет им вжиться в роль наблюдателя, ну и оценить уже на этапе обучения роль и свою значимость. В Лангипасе югорчанка купила рис с сюрпризом. В составе были камни из железа. Женщина позвонила в местный Роспотребнадзор. В ходе проверки опасные продукты изъяли из продажи. По словам специалистов, причиной попадания народных предметов в рис могли быть нарушения условий транспортировки, фасовки и хранения. На предпринимателя составили административные протоколы. Чтобы подобные случаи не повторялись, специалисты Роспотребнадзора призывают горожан обращать внимание на его маркировку. Если эта продукция расфасована, допустим, она поступает в какой-то более крупной таре, в мешках, в каких-то других иных емкостях, в любом случае продавец, предприниматель должен разместить маркировку с наименованием продукции, датой изготовления, сроком годности, изготовителем и условиями дальнейшего использования этой продукции. В Урае дети с ОВЗ осваивают роликовые коньки. Необычные курсы реабилитации прошли уже 60 ребят. Это стало возможным благодаря реализации грантового проекта «Ролики мечты. Игры». Автором инициативы является руководитель местной общественной организации «Арена спорта» Юлия Подчувалова. Девушка прошла обучение, выиграла конкурс и теперь регулярно проводит занятия с детьми разного возраста. Сейчас 10-разовый курс тренировок посещают 17 ребят. Они осваивают самостоятельное катание, а также изучают различные элементы роллер-спорта. Тренировки длятся в среднем около часа. А после физических нагрузок для юных уральцев проводят игры, которые также носят терапевтический эффект. У меня уже очень даже хорошо получается. Сегодня я впервые попробовала сама ехать. Но мне было как-то немного непривычно. Это был мой восторг. Потому что я была немного в шоке от того, что у меня получилось. Тренировки направлены в первую очередь на реабилитацию детей с ОВЗ с такими заболеваниями, как аутизм, синдром Дауна, в том числе ДЦП. Ну, как мы видим, детки у нас катаются и на обычных роликах, и на скивилах так называемых. Это специализированное оборудование как раз-таки для детей, у которых ДЦП. Таким детям в первую очередь не хватает развития именно координации. И вот с помощью вот этих игр мы как раз-таки и достигаем вот этого эффекта. Переправа вернулась в Нефтьюганский район. На базе отдыха сказка впервые за три года провели байк-фестиваль, на который приехали гости не только из Урфо, но даже из Калининградской области. Соревновались в мото-джимхане и громкости выхлопа. Демонстрировали необычную технику, общались, обменивались дорожными историями. Культурную программу обеспечили рок-группы, выступления которых – неизменная часть байк-фестиваля. Кроме того, на слет прибыли колонны международного мотопробега «Волна памяти», участники которого призывают сделать дороги безопасными для мотопутешествий. Всего в праздники приняли участие четыре сотни мотоциклистов. К фест на севере удался. Даже, я скажу вам, что даже покруче, чем даже на югах. Да. Да, как бы вообще впечатлило. Ну, в общем, душевно, очень много друзей, которых не видел года на самом деле. И это классно, это круто и весело. Благодаря комфорту, конечно же, много северян сюда съехалось. Очень приятно было всех друзей, у нас же много клубов на севере. Все сюда съехались, со всеми увиделись, со всеми пообнимались. Югорчане готовятся пробежать по таежным дорожкам. 29 июля в Ханты-Мансийске пройдет уже традиционный забег по пересеченной местности Вудтрейл. На дистанцию выйдут 400 атлетов. Для них подготовят несколько дистанций по Самаровскому Чугасу. Самая длинная и сложная – полумарафон, 21 километр. Также есть более легкие трассы, 7 и 14 километров. Кроме того, есть две детские дистанции, 400 метров и 1 километр. Информацию о регистрации можно найти в официальном паблике в соцсети ВКонтакте. Забег по пересеченной местности Вудтрейл.